ну и теперь у нас еще время есть мы переходим к обычной моей работе я это просто огромное количество симков для студентов вы заметили кто видел мои последние фильмы я там студентам обращать к академии наук потому что выпускника это терпеть больше нельзя стране нет ни одного специалиста выпускника кроме тех двоих девушек которые прошли мою школу маловато на всю страну получая дипломы идут куда угодно куда угодно потому что кто им доверить сад заглянили к ним и постникам их личный сад удачу их родители у родственников у тети у племянницы последний что там растет человек закончил запросил кубы то текстильный института шить не умеет вы помните до скандала когда врачей терапевты окажутся не научили в институте иголки втыкать задницу а помните вот это есть уровень смотрим обычные мои фотографии вот это вот плодовая веточка на ней сразу ну не сразу на второй год появляются плоды это плодовая веточка вот эти веточки чтобы так не делали приказано уничтожить прям приказа вот она это учит вот берем знаете она начала снизу резала 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 довела мне до импакта я до сих пор не могу и простите это это кино и так плодовая веточка кому она помешала кому плоды вот эти помешали а вот эту веточку которая на год старше я использовал для прививки что я здесь привил вот например наверное другой сорт наверное это учебная фотография вот для чего а чтоб вы так принципе не делали я вам показывал фильмы которые идут помимо еще этого ну прислали фильмы я кино снимаю вам покажу вот отдельно от вебинара вот и там тоже точно те же теперь так да тем более можно но тогда нужно вот здесь вот на этой толстой огромной ветки уже постепенно убирать допустим она несъедобная если уж так получилось там по допустим там 5 огромных веток одно отрезали вот два подождали это развивается потом там там видите куда рукой показывает второе отрезали еще в третью вот это тогда будет иметь практическое значение если этого не делать вы конечно здесь видите раз два три четыре вы конечно получение 4 вы получите 40 плодиков но никогда вы не получите 20 метров вот это дерево среднем дает у каждого то когда не везет 5 когда везет по 10 15 лет вот это дерево решили его заменить это учебный панель только до студентов вот это чудо я его сам не сразу распознал я когда-то думал когда у меня не начали вылазить на меня похаршу у меня я говорю помаленечку что-то продам вот фотографии прислали чем она мне нравится еще раз друзья всегда никто сверху вот так он скинул не кладет они всегда засыпаны землей вот это чудо я его сам не сразу распознал я когда-то думал когда у меня не начали вылазить на меня хорошо полил наверное был ливень дано рассмыло и стоит корни уйти вниз и он начинает выворачивать вот так вот это удивительное дело смотрите вот так а это выворачивает выворачивает даже когда вверх ногами вы знаете я же кино видел учит нас коммунили берете вертикально втыкает косточки вертикально подразумевая что там этот самый корень снизу вылезет она так и останется зачем мозгов то нет друзей уже нужно вот так повернуться понимаете за природу решить виновата в том что дерево тупые а падает на бок нас на земле на бок я еще сделал лучше и целый фильм снимает как выберет острым концом втыкает вертикально кто тебя просит и куда ты лезешь господь бог миллионы лет создавал совершенные деревья вот за годом тысячелетия сто тысяч лет миллион лет это самое там зародыш там все там корня корневая шейка друзья я уже сегодня опять разволновался не могу мне все кажется только на последний корневая шейка это генетически часть дерева на границе между корнем и крона корнем ну точнее не крона корнем и штамбом вот генетически расположена что положено там где положится вот там где положено быть вот и она уже есть зародыша вы еще не видели перед вами еще косточка а она уже там а потом это дурь что она себе место дойдет помните и переместиться если глубоко закопаете она тут образуется выше вся эта дурь приводит к миллионоразовым потерям потерям миллионоразовые потери деревья миллиарда разы потеря этих денег и вот я получаю фотографии сердце поет осочка вылезла вот теперь ему ничего себе случится и и наконец идет война внутри семей это из письма ну естественно ни фамилии ничего тут нет и не надо стою посреди изрезанного сада и плачу то есть не успела приехать уже сразу же вечер и вот получается в садах поселился тихий ужас вот и вы знаете где вот сегодня у нас самое грамотное население это питер москва и крупные города берет вот там начитанных хватает это самые несчастные люди они обязательно зависит наши вы друзья сторонники начали исправлять это положение вот я получил вот только за последнюю неделю не меньше четырех или пяти писем идет война внутри семей уже между собой войны вот эту войну я приветствую вот эту уже не важно где вот это в россии или на украине или белоруссии вот это войны пресс надо исправлять положение нет будем делать по-своему я посадим в ямку нет как это дерево на штаб я вам не могу все показать сколько я получаю письма и фотографий вот это я выбрал знаете почему ну это уже вопиет это вообще это ужас поселился в садах есть совершенно это наверно сейчас мы заканчивать будем это на последней темы пусть я опять много не сказал кстати вы заметили я вам пришел из фильма они тоже были здесь прямо в этом самом подготовка к вебинару я их выделил несколько тем потому что знаю что мне не хватит времени я не знаю когда последний день сердце прихватывает у меня надо быстрее вот это рассказать там быстро раз снял пару фильмов на другие темы и а дальше остальное тут и вот понимаете есть муравьи самые ценные знают со сельской деревенской школы там где были лампы эти самые херсиновая там была печка для комеда только чернильницы растаивали растаивал только эти чернила комеда вот это все было и там было столько любви к этим самым червям которые затаскивали листья которые сейчас ненавидят как можно с любовью лопатой резать червей и уничтожать их дом там было про этих сотни тысяч любой муравейник уничтожает этих самых и я вам говорю 38 скоро уже 38 лет там людей 38 не считая того что я и раньше там был глаза не закрывал муравьев муравьев на моих деревьях практически нету им нечего там делать там где-то ничего там нет гусениц там на многих сортах витах нет ли а на многих есть но в ограниченном количестве деревья иммунитет вот до сих пор уже это середина лета где-то свернули листочки не подхожу без этого рожай будет большой вот зато не одно отравленное яблоко сливы и груши ничего и вот они и там где для я редко редко муравья вижу редко редко но все-таки для и и вот не знаю что количество тлей не зависит от количества муравьев это в наших этих самых это не в тех садах которые вы даете саджургах амазонки вот где 100 миллионов это средний размер это среднее количество муравьев наших этих самых наши муравьи это чукчи и вот никакой связи нет и для того чтобы заработать свои серебрики предлагается вот этот дикий идиотизм по уничтожению уже не муравьев и главное их не допустить по уничтожению самих деревьев вы понимаете вот посмотрите и ужаснитесь просто ужаснитесь и в яму посажены и все это гниет потому что вот когда вот это догнет вот видите основание штампа я уж так покажу уж так покажу вот это покажу когда вот это все сгниет голодное дерево всегда сыра вот какие тут муравьи тут как а такие защитники вот еще любая тварь значит листовертки для плодожорки жуки кто там еще все эти сам все имеют крылья Чего, от кого вы защитили? От кого? У них же все крылья есть. Вы об этом знаете? Экспертами себя называют. Вы об этом знаете? Что у них крылья? Что тлюб приносят, от которой вы якобы спасаете? Вот это неимоверная дурь, неимоверная. И вместо того, чтобы показать по телевизору меня там в среде железного или там это, еще 10-20 моих учеников могут эти самые лекции читать. И никогда, вы понимаете, где-то кто-то вдруг скажет, да вот там железов, там это. Кто такой железов? Запрос в окремину. Что будет? Наполеон, шаман, что там было еще? Значит, ума не нажим. Вот. Вот все, что будет. И вот это вот любой человек, он яму выкопает вот здесь, чтобы сгноить. Вот. И в саду у него ни листочка, ни травинки, чтобы накормить хотя бы. Все, друзья. А, вот это еще, скажу, и все. Запугали торгаши на живых садоводов, наивных садоводов. Получилось пособие по уничтожению деревьев. Просто запугали. Знаете, почему? Там ниже будет. Вот такой список, что в этом же сайте купить. И ради этого, вот это вот, ради денег, ради вот этого самого, вот эти торгаши-предатели. И никто, никто не укоротит, никто, помните, там было? Нет, все равно летнюю обрезку, если правильно, но можно делать. Да как ты ее не делаешь, летнюю обрезку? Ведь проснулся же почки. Не всегда видно, что проснулись. Вот. А только набухли. И уже не минус 40, а уже минус 20 умрут. А потом руками разводят. Ладно, дальше пошли другие темы, а у меня сегодня время ограничено. Сколько тут всего? Вот это я так это, жалко не дошел. Я бы показал студентам. Какой дури только не пишет. Чтобы это, не видя упор, пусть это будет как бы на следующем, чтобы вы поняли. не видя упор, что дерево не может существовать в таком виде. Чтобы это, расшифровывать? А вместо этого, ой, ладно, следующий вебинар все равно с этого начнем, наверное. До вебинара не могу начать. Люди своими руками убивают деревья, а потом руками разводят. А те, кто берется комментировать, якобы специалисты, понятия не имеют, почему дерево, вот это дерево, вот. Ну, вы там уже догадываетесь. А дерево умирает. Ладно, открываю секрет, читайте. до студентов готовлюсь. А то бы сказали, да мы уже все знаем. Ну, знаете, знаете. Правда, подумайте, этого студента среди нас нет. так, ладно. Давайте так. Мы закончили. Наполоса раньше. И переходим мы к вопросам-ответам. И через полсам полностью завязываем. судебные разговоры. Да, 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 да. Ну, да, да. И вот, да, да, да.